всем привет дорогие друзья и мы с вами продолжаем путешествовать по выставке комнатных и садовых растений хотя комнатных у нас конечно больше но выставка такая своеобразная что у нас все-таки основная масса комнатных растений хотя вот показываю вам сейчас это садовая как раз декоративно-лиственные растения для сада а также кустарники бересклеты вот здесь я сейчас у цветочного места натальи хрусталева а мы с вами сейчас на выставке в новороссийске сегодня у нас 23 сентября но часть это выйдет позже не в день съемки и я у места цветочного натальи хрусталева и здесь огромное количество всяких разных растений в основном декоративно-лиственных кстати посмотрите какие интересные помеи конечно сейчас у нас уже можно сказать что теплое время заканчивается и и помеи сегодня не разлетаются как горячие пирожки скажем так а вот летом их очень хорошо используют для дворового озеленения кстати можно высаживать их и в клумбы получаются прям пушистые красивые разноцветные такие подушки но у наташи много и растений которые используются для комнатного озеленения и в частности вот сейчас стою возле полочки с папоротниками на экране асплениум 850 рублей вот такой уже большой густ прошел тут на 15 прямо то есть уже большой малыши стоят подешевле но без названия сорта но сразу видно что это тот папоротник который будет нарастать пушистой массы такой похожий на сталактиты сталагмиты посмотрите как как я рельефные листочки даже у малыша стоит он 350 рублей красиво очень смотрится аргенте агутата у наташа вот кстати примастилась рядышком примазалась к папоротникам бегония кейн 350 рублей вот с такими резным листом кстати вот посмотрите да интересно аргенте агутата я привыкла более обтекаемой формы листа этот лист зубчиками интересно интересно варианты вариации на тему называется дальше опять возвращаемся снова к папоротникам вот этот сейчас посмотрим если тут название название нету но обратите внимание настроение вай заканчивается каждая вая вот такой лапкой своеобразной посмотрите какая прелесть лапки даже такого более светлого оттенка и все вместе смотрится очень красиво прямо очень красиво а рядышком досада то есть это варигатный папоротник вот такой с пестрой вай и листики есть тигр у которого более такая такая обтекаемая форма листа удосады пудрявые листики покажу вам новый папоротник который вот еще пока у нас не распространен и стоит достаточно дорого показываю цену и название вот сам папоротник посмотрите как выглядит такие густо закрученные кудри наташа любит папоротники она постоянно пополняет коллекцию добавляет новые сорта я сейчас тоже сказала что заказаны идут абсолютно новые абсолютно красивые но 350 вот такой посмотрите это тоже досада скорее всего но зеленая а может и нет тут название не написано но веточки пушистые как по досаде красота конечно же марантовые марантовые может так достаточно подрощенные вот такие кустики которые состоят не из одной розетки вот я там вижу прям букетик розеточек этих 850 рублей 450 450 рублей вот такой разноцветный медальон вот они наши white fusion 850 рублей и рядышком yellow fusion ну кстати вот yellow так ярче смотрится правда же первым появился white yellow гораздо позже но сейчас можно уже сравнить пестрота у них разная вот так выглядит yellow и вот такая изящная элегантная пестрота у сорта white white фьюжен цена 850 у одного и 500 у yellow разновидности вам показываю лимон 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 это цвет амаранта много очень много интересных цветочков ну вот кемпферия шоколадная 650 рублей тоже сегодня я могу показать вам не только листочки но и разновидности кемпферии, еще и цветочки. Итак, вот это шоколадный сорт кемпферии. Вот такой пестренький сорт. И вот так выглядит цветочек. Цветочек, ну, вполне симпатичный, но маленький. Вот если взять розетку, посмотрите, маловато цветочек, но зато яркого сиреневого цвета. Еще один сорт меня просто очаровал. Это вот такая варигатная кемпферия. Вот Наташа сказала, что абсолютно беспроблемное, красивое, быстро растущее растение, которое ну, как раз и покоряет тем, что стремительно просто растет по сравнению с марантовыми, намного-намного быстрее увеличивается в росте. Есть эксклюзивные цветочки. Вот, например, серый призрак 1600 рублей, уже тоже такой пушистый кустик. Замиакулькасы зеленые и черные. Ну, вот что мне видно, сейчас поверну. Так, например... Ой, сейчас-сейчас-сейчас. Я не увидела цену вот на этом. Ну, малыши черные, черного цвета за миакулькасы 500 рублей. Побольше там вижу и 1000 рублей с побегами, с несколькими побегами. Цена зависит от размера, короче говоря. И вот... Хотел... Да, вот... А, есть 350. И хотела показать вам гелакси, бегонию гелакси. Посмотрите, какая пестрота. Она стоит 2500. Такой кустик. Это пока у нас самая дорогая бегония, которая на наших цветочных прилавках встречается. Фикус шривериана. 1500. Ну, вот они стоили 2000. Сейчас уже вполне такой рослый череночек 1500. Есть аллоказии самые разные. 350 рублей вот такая стингрей. У которой полосатые ножки. Как бы в ней повернуться, чтобы это было видно. А вот... Вот, вот, вот. Вот, видите? Полоски, черточки. Это... Это вам не кажется. Это так и есть. Ну, здесь самые разные аллоказии. Вон там и медная аллоказия, и розовый дракон, и шкура дракона. Самые разные. Видите? Целая целая компания. Стингрей большого размера, похож на обитателя водных глубин. Скат, как будто бы кемпферий, кстати, у Наташи много. Вот, посмотрим, маленький. 500 рублей вот такая вот кемпферия. Ну, с разводами. У нее расцветка меняется. У этой именно у малыша не сразу проявляется цвет. А вот была пестренькая, Наташа сказала, что она сразу расцвечивается правильно. это ринпокферия, скорее всего. Да, полторы тысячи. Вот, не так давно этот сорт стоил 6 тысяч. Сейчас полторы тысячи. Ну, вполне даже, вполне даже, да, вполне даже хорошая цена. Отличная цена. Смотрите, какая красивая пестрота и, ну, на мой взгляд, прямо идеальный. Агланемы. Ну, агланемы никогда у нас не были дешевыми растениями. Сейчас посмотрим, да, тут малышня. Вот, 1200 вот такие цветные малыши. Ну, там, те, что старше, естественно, дороже. Вот, красный еще вот такой. 1800. Это намного больше пустит. 1800. То есть, тоже можно порассматривать. Я обратила внимание, что сегодня у нас мало было любителей хой. Наверное, вы завтра к нам приходите, да? Приходите за хойами самые разные. Вот, у Наташ тут вот такие пестренькие красивые хойи. Вот, это кентиано 850 и варигатная причем и вторая 500, по-моему, Наташ говорила. Полыхает яркими листьями принц оранж. Вот тот вверху я не достану, но у меня под рукой стоит 1500 тоже вот такой вот кустик. Красота! Сиам Санрайз очень ярко окрашен. По 2000 вот такие яркие кусты. Опять же, любуются наши посетители выставки колеусами и уже мечтают, какие сорта они купят на следующий год, потому что сейчас в зиму ну немногие хотят морочить голову с колеусами. То есть их нужно переставлять, переукоренять и так далее и тому подобное. Гораздо спокойнее людям взять уже весной красиво выращенные, беспроблемно приобретенные колеусы. Колеусы у нас недорогие растения. Это было цветочное место Росталевой Наташи, а я перешла к цветочному месту Лены Кольцовой. И вы уже наверное знаете многие, что у Кольцовой Лены мини фиалочек много, причем самых разных, самых красивых, самых интересных, самых разнообразных. Минечки такие красавицы и всегда мне нравится, что всегда цветут. То есть ни разу у нас фиалочные места не были зелеными, они всегда переливаются всеми цветами радуги. Вот интересно смотрится когда букетик прямо Лен вот эта фиалочка такая милашка классная и она уже месяц точно цветет долго держит цветочки. Месяц цветет уже и это просто картинка посмотрите все цветы в кучке но симпатичные просто очень. У Лены не только фиалочки вот здесь у нас колумнии эсхинантусы что еще у нас Петра Космеи Примулин и Петра Космеи тоже не зря я сказала да тоже эта часть будет кстати у нас короткая потому что мне диспетчер сейчас просигналил что зарядка у меня заканчивается а вот какая интересная фиалочка это трейлерная фиалочка которая разрастается в ширину получается горизонтально симпатичные листики такие удлиненные рядышком посмотрите и писцы у меня всегда есть потери вот очередную вот такую я уже домучиваю а у Лены вот они такие хорошенькие хорошо что есть наши девочки у которых всегда можно найти то что замучилась и купить заново раз раз не удалось сохранить а это бегония природник это мунтаз природник красивый лист прямо зубчиками такой и расцветка интересная можно сказать под старину а стоит она сколько 400 400 рублей есть и другие природники вот такие листочки и вон вот такая вот такие пёстренькие листочки ну вот я больше всего бланка да бланка же была у тебя глюзянка нет а мне кажется твоя природник такая хорошенькая с глянцевым листиком продолговатым природник по-моему Ленина я сфотографирую тебе Лена хорошо просто вот так вот по названию я вот думаю у меня такой не было красиво фиалочки а вот еще красивая бегония у нее листик прямо вообще будет розового цвета вот такая она у меня прямо с розовым а вот мы сейчас трейлер вам покажем ой какие красивые вот они трейлеры видите вот здесь розеточек сколько боковых получается то есть они и вверх нарастают и пасынки и вот это те фиалочки у которых пасынки не нужно удалять да да все верно ну то есть их нужно но не все не все да еще пестролистная но только вот у нее сейчас волна зелени а так вот она волнами пестролистная там видно на листочке кое-как мелькают вот штрихи желтые посмотрите какого объема трейлерная фиалочка здесь три головы очень симпатичные три головы Лена говорит посажено да вместе это они дальше уже вон цветочки видите как свисают живописно особенно на фоне вот такого чайника из муха декоративного прямо очень живописно смотрится как в лесу просто как в лесу красиво красиво вот эту визиточку покажем и на этом мы часть закончим потому что мне нужно поставить телефон на зарядку а мы еще вернемся потому что цветов много интересных и выставка продолжается и завтра еще и выставочный день поэтому покажем вам все цветочки которые на выставку приехали так что до новых встреч друзья